Наталья Холодняк – профессиональный книголюб. Читать за поем начала еще в юности. С годами увлечение переросло в работу. С теми, кто считает ее специальность библиотекаря неинтересной, она готова спорить. Как же заскучать, когда вокруг столько неизведанного. Каждая книга – своеобразный портал в другое измерение. В каждой книге есть своя душа. Мир того, кто ее написал. То есть в каждой книге получается своя небольшая какая-то вселенная или какой-то мир свой особенный. Любительница сказок и фэнтези Наталья прочла не одну книгу таинств и, кажется, научилась оживлять любимых персонажей. Обычный картон в ее руках превращается то в дерево, то в кирпич. Удивительная рукодельница. В Копьевской библиотеке многое сделано ее руками. Вот это из произведения о золотой рыбке Пушкина. Это избушка на курьих ножках. Это вообще встречается во многих произведениях «Домик Бабы-Яги». Это тоже телега является персонажем русских народных сказок. Ну, русская печка народная. Такие известные книги, как «Гуси-лебеди» и «Емеля». И все это для того, чтобы заманить в библиотечные сети как можно больше читателей. А их в Копьево и так немало, около трех тысяч. У сельской библиотеки еще 18 филиалов. Общий книжный фонд почти 147 тысяч экземпляров. Библиотекарь сетуют издания старые, а пополнения не было больше трех лет. Просьбу о помощи услышали активисты ОНФ и объявили настоящий марафон добра для сельских библиотек. Книги собирали по крупицам, передать их в дар могли все желающие. Есть среди книг и особо ценные экспонаты, стоимость которых измеряется, конечно, не деньгами. Очень много военной литературы, в том числе 90 книжек. Автора Геннадия Сосолятина нам передала его семья. Это ветеран войны, и он писатель, прозаик, писал детскую литературу. Это «Земляк» — это хакасский писатель. В 40 увесистых коробках порядка полутора тысяч экземпляров. Часть из них останется в центральной библиотеке Копьева, остальные разойдутся по филиалам. В момент вот этой пандемии мы поняли, что библиотека важна очень для людей. Каждый день к нам приходят люди и говорят, когда же вы откроетесь. В данных книгах, которые нам сегодня пришли, мы нуждались очень. Мы очень рады, что нам пришли эти книги. Большое всем спасибо, что нам отправили. Марафон добра решили продолжить. Прочитанные, перечитанные и, конечно, новые книги принимают в офисе УНФ в Абакане по адресу Щетинкина, 24. Юлия Свинцова, Александр Сергит, РТС.